приветствую вас дамы и господа давно не виделись некоторые из вас даже уже начали спрашивать почему я перестал делать видео все потому что я их снимаю когда есть о чем рассказать я не делаю видосы просто лишь бы сделать в видосах нет рекламы нет никакой монетизации мне нет смысла как с конвейера просто выпускать видео ни о чем лишь бы вставить туда рекламку сейчас в танках новых событий никаких нет новых танков тоже и вот появились какие-то новости я сейчас вам про них расскажу во первых я нарисовал новое превью она теперь будет у нас на стримах и на видосах также взял три отметки на объект 780 немножко помучился на нем в начале но потом поставил правильное оборудование поменял сервер и что-то начало получаться иногда в 4000 среднего иногда в 5000 примерно в таком диапазоне я взял на нем три отметки можете на стримах посмотреть также для тех кто участвовал в фронтовом дневнике выполнял 15 заданий на скорость уже пошло начисление прям танка защитник я прошел 15 заданий за 430 и уже получил компенсацию 11000 золота за прям танк защитник поскольку он у меня уже есть тремя отметками стоит давно в ангаре я получил компенсацию золото стало на аккаунте побольше это хорошо задачки были очень простенькие выполнялись очень быстро я выполнял в рандоме стрим на канале был кто хотел бог посмотреть также закончилась акция красная гвоздика памяти в которой можно было приобрести один из трех пакетов в самом дорогом был прям танк восьмого уровня из 6 бесстрашный стоил этот пакет 2000 рублей по этой акции все деньги которые леста собрала эти деньги пошли в фонд поддержки ветеранов великой отечественной войны приняла участие примерно 150 тысяч человек денег было собрано 119 миллионов с хвостиком эта акция уже закончилась в которой кто хотел тот поучаствовал очень прискорбно то что под прошлым видосом который затрагивал эту новость очень много дурачков каких-то набежала которых пришлось перебанить очень много людей то ли не знают сколько ветеранов осталось то ли притворяются дурачками но доступной информации в интернете есть ее очень легко найти и сайт который занимается этой благотворительной акции тоже есть там также есть отчеты по месяцам и по годам кому чё когда купили чем помогли на мой взгляд когда как не сейчас когда ветераны уже в возрасте им помочь тем более что их осталось еще много поэтому прежде чем писать какую-то глупость в комментариях думаете головой ну а кто будет опять писать какую-то ерунду придется опять банить я не хочу чтобы у меня на канале были какие-то неадекваты также в игре у нас еще стартовал стальной охотник вчера мы в него уже немножко поиграли я и соло поиграл и задачки ежедневные по выполнял также еще во взводе поиграл во взводе было интереснее веселее но не сразу про стального охотника я еще скорее все сделаю отдельное видео много просмотров она наверно не наберет но там есть о чем поговорить поскольку лес то очень сильно закрутила гайки с народами и чтобы там пофармить небольшие наградки придется 27 дней подряд каждый день играть по несколько часов чтобы все пройти в стальном охотники это очень душно много и это перебор раньше было нормально адекватно какая-то система там прохождение заданий и наград сейчас она очень душно и и я думаю что большинство быстро это бросит дело нафиг она надо я считаю что тут леста пошла не в ту сторону и сделала какую-то душную дичь вот еще в ту же самую копилку что и про стального охотника что в стальном охотнике получения на раз сделали очень долгим и душным что вот пве режим который закончился тоже там 10 уровней было с наградами которые очень долго проходить очень много там надо было поиграть еще и покупать иксы за серебро чтобы хоть как-то ускорить этот процесс это было очень душно очень много серебра надо было потратить еще и режим скучный но там была лазейка как можно было немножко упростить себе прохождение я это понял заметил уже в последние часы перед тем как она заканчивалась там можно во взводе брать один гвардейский танк один низкоуровневый обычный таким образом мы попадаем в бой в котором тоже есть во взводе люди если мы играем маленький взвод 2 человека и там иногда попадалось так что у нас в команде 2 гвардейских танка остальные все маленькие танчики и против нас играли маленькие боты небольшие не было там этих пантер тигров больших всего этого не было там ездили маленькие пазики которые очень легко разбираются и даже на гвардейском зверобое можно спокойно танковать очень много если подставлять им лицо да некоторые там птшки допустим пробивают но маленькие пазики не пробивают таким образом победить легко когда у тебя против маленьких танчиков 2 гвардейских танка во-первых процент побед вырастает в этом режиме во вторых на гвардейских танках еще и свой встроенный x2 получения очков и мы там за последние пару часов перед завершением пве режима добили его во взводе с ванессой но это надо еще найти во взвод кого-то у кого нет гвардейского танка еще и во взводе с кем-то играть либо собирать взвод вообще из пяти чтобы два человека ставили гвардейский танк остальные маленькие танки но тем самым люди которые ставят маленькие танки они не получают x2 на фоне гвардейских танков тем самым они замедляют прохождение где вы найдете таких людей непонятно в любом случае режим очень душно и получение на рад тоже и сами на рады не особо то и большие короче почему-то леста пошла в сторону духа ты какой-то вот мне нравится получение народ и задание в натиске раз в неделю зашел по выполнял свободен вот почему-то цепочки наград с уровнями которые сделали в пве режиме и в стальном охотники медленно проходятся и надо очень много через силу играть каждый день чтобы это все закончить это ужасно ну а так пве режим еще помогло мне то что я каждый день заходил x15 сбивал там можно было x15 получить за задание в котором нужно было в рандоме попасть в топ-7 и победить но это нужно было делать каждый день на протяжении многих дней это опять же не интересно и скучно и что с остальным охотником что с пве режимом это какая-то духота также еще вчера вечером начислили нашивки и какие-то там еще наградки за режим натиск я в натиск сыграл там 100 боев примерно среду х4к 61 процент побед но я всего лишь за 100 боев сумел дойти до чемпиона кажется что-то там перед легендой короче в целом мне натиск понравился если в него раз в неделю заходишь задачки повыполнял и неделю отдыхаешь в таком темпе играть можно это не напрягает и выглядит намного прикольнее если сравнить с тем же самым стальным охотником как там происходит задание и получение наград и с пве режимом вот в натиске все нормально заданиями и с наградами а в пве режиме и в стальном охотники все очень прискорбно также сейчас еще самый разгар вторая неделя сборочного цеха где мы собираем су-122 1956 но здесь тоже мне нечего рассказывать я пытался там какой-то видос сделать но пришлось его ликвидировать поскольку я там допустил ошибку чтобы перейти к следующим заданиям следующего этапа нужно выполнить задание из предыдущего но задание выполняется лично у меня за пару часов ну дай бог за несколько в первый же день как они только появляются я каждый день вам утром стримлю танчики и буквально за один стрим все задачки и проходятся при этом я их не открываю не читаю вообще на них не смотрю они сами очень быстро проходятся единственно что мне в них разочаровывают то что там есть задачи для арты и каждый бой очень много коричневых два-три штуки они меня на десятках уже под задолбали а так в принципе это очень просто и быстро и я даже их не читаю мне даже нечего об этом говорить это какое-то событие абсолютно пустое в котором ничего нет единственно что в конце получу танчики если докуплю три жетона но можно еще анимацию посмотреть как танчик собирается в целом ничего интересного за неделю не происходило поэтому я видосы и не делал вот хоть о чем-то было поговорить я сделал видос но глобально если его до сих пор не делал бы вы бы ничего такого не пропустили в игре ничего не происходит был большой период праздников теперь вот ждем пока лес то что-нибудь нам еще нового наворотит и будет о чем поговорить на этом все пишите в комментариях как вам новая превьюшка что вы думаете про пве режимы и про духоту получения наград в стальном охотники в пве режиме на этом у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока